боже какой пустяк сделать хоть раз что-нибудь не так выкинуть хлам из дома из старых позвать друзей привет друзья вы на канале об инвестициях и не только о них если вас эта тематика интересует подписывайтесь на мой канал на нем я рассказываю о фондовом рынке о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами ну что друзья наступил октябрь я вас уведомлял уже о том что в октябре у меня планируется некоторые изменения в моем портфеле и сегодня я планирую часть этих изменений при вас произвести будем сегодня работать в мобильном приложении брокера открытия будем использовать некоторую аналитику я вам объясню чем я руководствуюсь продавая покупаете или иные активы ну и мне часто пишут расскажи собственно сам процесс как в открытии пользоваться приложением как покупать как продавать сейчас все друзья будем делать при вас на самом деле все просто ничего в этом сложного нет разберется любой так что кому это интересно если не трудно поставьте мне лайк за это видео и мы начинаем погнали друзья и так друзья перелетаем в приложение брокера открытия здесь у меня пятьсот двадцать восемь тысяч сто шесть рублей ну и последнее время в коррекционных графиках находятся активы ну друзья к сожалению это все неизбежно глобальная экономическая ситуация тому способствует так давайте я вам покажу что я вообще затеял ну начнем с того что у меня на счете так сейчас перезагрузимся у меня на счете в открытии во-первых накопился некоторый кэш вот друзья одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля у меня здесь и эти деньги я планирую сегодня пустить в оборот то есть это деньги которые мне накапали в качестве дивидендов в сентябре по моему были выплаты от поля металла были выплаты от полюса если я не ошибаюсь ну и эти деньги я не не тратил ничего на них не покупал чтобы депозитарку по открытию не платить за сентябрь я решил все это сделать в октябре плюс друзья это не единственные будут мои покупки потому что октябрь тоже ожидается вас высоко дивиденды сейчас я вам покажу вот нажимаем в левом верхнем углу отсчет отчет по счету дивиденды и купоны вот за текущий год я уже получил дивидендов на 14 тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей и на 3 700 я получил купоны и недавно вот в открытии появилась удобная фишка можно смотреть прогноз так вот друзья на ближайшие 12 месяцев у меня еще ожидается пять тысяч семьсот шестьдесят девять рублей дивидендов но будет на самом деле значительно больше потому что не все компании просто даты дивидендов анонсировали и 1246 рублей купоны ну и вот он друзья октябрь дивидендный октябрь тоже неплохие поступления ожидаются 4 809 мне поступит и дивиденды мне заплатит детский мир вот уже скоро это случится пятьсот двадцать пять рублей акции сбербанка по обычке 1870 рублей я получу и по префом 2057 спасибо герману грефу все-таки не зажопили они дивиденды для своих акционеров и мтс еще в конце октября заплатит триста пятьдесят семь рублей и того еще 4 800 в октябре тоже я буду реинвестировать естественно никакие поступления дивидендные или купонные я не вывожу на все это я тоже покупаю активы но это будет друзья чуть позже сегодня у меня идея следующая когда в июле крайний раз я ребалансировал свой российский портфель я вам рассказывал о том что оставляю одну единственную нефтяную компанию для того чтобы просто понаблюдать посмотреть по ней были хорошие прогнозы ну и вот она друзья это лукойл и вы видите что это моя худшая акция минус 27 процентов по ней минус 3264 рубля я на этой акции потерял ну точнее у меня их несколько было по моему свое время даже 5 потом стало 4 потом я оставил 3 вот сейчас у меня их 2 они мне заплатили дивиденды но конечно эту эту картину все равно не выправляет я смотрю что лукойл не даже и не думает расти ситуация все хуже и хуже последнее время ну и поэтому сегодня друзья мы будем прощаться с углеводородами окончательно больше у меня не будет вообще ничего из нефтянки ну и давайте для начала чтобы убедиться в правильности нашего решения посмотрим на аналитику по этой компании я обычно всегда так делаю когда либо что-то продаю что я делаю в принципе не часто либо когда я что-то покупаю это нужно делать обязательно в преддверии любых покупок на рынке для просмотра тех анализа я обычно друзья пользуюсь сайтом investing точка ком но здесь много другого полезного интересного ну не знаю ресурсов подобных довольно много я просто почему-то к этому ресурсу привык я не уверен что он самый лучший но меня он вполне устраивает и так одна акция лукойла стоит сегодня четыре тысячи триста тридцать шесть рублей ну и в лоте собственно одна акция есть и вот момент когда я видос записываю актив падает на одну целую шестьдесят девять сотых процента ну совершенно очевидно что в нефтяной сфере сейчас огромные проблемы ну и лукойла все это очень болезненно воспринимает естественно цена доход по компании 1221 немножко высоковатый результат вот плюс этой акции это конечно дивиденды они на самом деле хорошие вот нам инвестинг указывает 7,76 процента сейчас мы уточним ну смотрите теханализ предлагает краткосрочно компанию активно продавать и теханализ на месяц аналогичный тоже активно продавать скользящие средние 4 против 8 технический 1 против 9 вот так вот печальненько только за последнюю неделю компания потеряла более четырех процентов за месяц у нее минус 12.48 за полгода минус 14 и за год в плюс компания так и не вышло минус 19.93 ждал я ждал этого события вот примерно в июле наверное я размышлял о том оставлять лукойл или нет но и видимо друзья напрасно я его все-таки не продал тогда потому что просадка только усилилась до были периоды когда актив пытался восстановиться вот например в августе в середине но тем не менее ситуация с нефтью шансов мне кажется этой отрасли в ближайшей перспективе не дает но вот так выглядит общий график до компания классная наверное компания перспективная такая пожалуй самая динамичная из российской нефтянки частная по сути нефтяная компания в отличие от всех остальных там роснефти и прочих но друзья мне кажется здесь продолжать дать ждать как бы чудо какого-то ждать какого-то благословения мне кажется смысла нет и надо от нее избавляться лукойл одна из крупнейших в мире частных нефтегазовых компаний основными сферами является добыча переработка нефти и газа большая часть находится в западной сибири месторождение одна из ведущих ролей на мировом рынке бла-бла-бла так прогнозы вот интересно посмотреть на актуальные прогнозы кстати консенсус прогноз покупать global market считает что на сто процентов почти вырастет лукойл ну что ж друзья если это случится я публично признаю что допустил ошибку но пока мне в это не верится когда я смотрел прогнозы в июле они были такими же оптимистичными и тогда собственно меня это побудило компанию оставлять газпром банк плюс 49 но здесь видите прогнозы июль июнь в общем-то время идет а прогнозы не сбываются июнь плюс 80 bcs сбербанк плюс 81 сити плюс 57 ну сложно сказать если каким-то международным прогнозным агентством еще можно доверять то российские же могут каким-то образом еще манему ли манипулировать общественным сознанием я еще такую мысль допускаю показатели по компании тоже обязательные друзья изучайте когда принимаете решение о покупке или продаже стоимость компании более трех триллионов рублей по е12 рост ипс за пять лет 11 процентов рост выручки 7 33 но неплохие цифры доходность капитала плюс 6 27 доходность активов плюс 4 доходность инвестиций плюс 5 14 долг капитала очень низкий и в общем-то полукойлова все цифры на самом деле выглядят неплохо но друзья я устал просто ждать когда чудо свершится и больше я не верю в эту отрасль в принципе не хочу ничего иметь с ней общего когда я вижу что падает нефть я хочу просто из-за этого больше не переживать ну и дивиденды в двадцатом году 6,88 процента составили 350 рублей на акцию заплатила компания друзья ну что я убеждаюсь необходимости продажи и тогда мы направляемся в терминал брокер открытия какой-то чудесный сосед начал у меня прямо на духом что-то сверлить надеюсь что меня все-таки слышно и так друзья для того чтобы продать или купить актив необходимо во первых найти его в терминале сделать это можно двумя способами если у вас есть эта компания в каталоге то вы просто выбираете каталог и выбираете компанию с которой хотите поработать если у вас этой компании нет то вы тоже выбираете каталог и нажимаете на вот такую вот лупу поисковую и здесь можете вписать либо название компании вот смотрите например я пишу лукойл и ничего не найдено вот так вот вот друзья нашелся Лукойл, просто лишние буквы я подстер. Можно находить таким образом, можно искать по тикеру. Так, вот мы начинаем вводить следующим образом. Так, подождите, правильно ли я тикер запомнил? Нет, тикер я запомнил неправильно. Вот так вот выглядит тикер Лукойла. Вот я его начинаю набирать, и брокер сразу же мне эту акцию подгружает. Все, после того, как мы нашли акцию, мы заходим в нее, и нам предлагается на выбор две опции. Либо купить, либо продать. Но, друзья, имейте в виду, что все эти действия необходимо совершать только в рабочие часы биржи. Лукойл относится к числу компаний, которые торгуются в так называемую вечернюю сессию московской биржи, поэтому работать с ним можно с понедельника по пятницу, соответственно, с 9.50, нет, точнее, с 10 часов по московскому времени. Я просто, друзья, конвертирую, потому что у меня плюс час по Москве, до 23.50. То есть практически весь световой день в будние дни можно производить операции с этими бумагами. По тем бумагам, которые в вечернюю сессию не торгуются, торговая сессия завершается в 18.50 по Москве. Ну и что мы хотим сделать? Мы нажимаем кнопочку «Продать», и здесь нам необходимо заполнить заявку. Мы выбираем цена последней сделки. Ну, друзья, я тут обычно, если честно, когда не мудрю, не указываю никакие особые значения. Если я продаю какой-то ликвидный актив, то мне... Так, подождите, сейчас я разберусь, заемные средства. Все, друзья, у меня просто, смотрите, есть два счета. Вот в чем дело. Ну, вот, 199.280 и такой же счет с единичкой. И в зависимости от этого у меня, как бы, активы некоторые лежат на одном счету, некоторые на другом. Но вот именно Лукойл у меня находится на втором счету. Ну и, соответственно, я указываю, что хочу продать два инструмента. Если я укажу, что хочу продать три, то у меня уже будут использоваться заемные средства, будет отключаться так называемое плечо. Ну и, по сути, произойдет торговля в шорт. Я этого, конечно же, не хочу. И вообще, такую торговлю я не практикую. А вообще, брокер мне указывает, что с учетом плеча я могу продать активы на стоимость 285495 рублей. Сумма плеча рассчитывается в зависимости от тех активов, которые находятся на вашем счете. Ну и давайте я вам покажу, какие тут еще есть возможности. Лимитная заявка – это обычная продажа в режиме реального времени. Есть еще так называемые условные заявки. Тейк-профит – это фиксация прибыли по активу, когда он достигает определенных значений. Стоп-лимит – это фиксация убытков. То есть, когда ваш актив упадет, как бы достигнет заданного падения, которое вы здесь напишите, то брокер автоматически его продаст. Ну, то есть, вы можете купить условно акцию Лукойла за 100 рублей и поставить, что если тейк-профит, то есть, профит по компании составит 120 рублей, то брокер ее автоматически продает и вашу прибыль фиксирует. Если компания упадет ниже 80 рублей, то брокер ее тоже, например, продаст, чтобы ваши убытки не продолжали расти. Ну, я условными заявками не пользуюсь, инвестирую в долгую, поэтому продаю все вручную. Ну и у меня стоит, видите, продажа по рыночной цене. Если я сейчас нажму «Продать», то брокер продаст, собственно, две моих акции по той цене, которая сегодня на рынке существует. Я нажимаю «Продажа», подтверждаю продажу с того счета, где эти акции у меня находятся. Ну и все, друзья, тут же выскочило вот такое подтверждение. Поручение на продажу исполнено. Ну и, в общем-то, две мои акции Лукойла отправились к новым покупателям. Я так думаю, кому-то они наверняка понадобятся, но уже, друзья, не мне. Ну и давайте посмотрим. Сейчас уже, в принципе, мне моментально должен был пополниться мой брокерский счет. Ну вот, извините, делаю все при вас, так что со всеми вот тормозами, мискликами периодически прошу за это прощение. Ну и вот, друзья, обновился мой счет. И на счете у меня сейчас 10 525 рублей. И если мы пролистаем мои активы, увидим, что больше акций Лукойла в моем портфеле нет, друзья. Все, попрощались мы с Лукойлом. Прощайте, Вагита Легберов. Прощай, Леня Федун. К сожалению, мне с вами больше не по пути. Вообще, планировал я в этом видео еще и записать, как я покупаю новые активы на вырученные деньги. Но, друзья, тогда уже видео будет слишком длинное. Немножко я заболтался. Поэтому, пожалуй, разделю его на две части. И видео о покупке через мобильное приложение Брокер Открытия я запишу отдельно. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok